Привет, на связи Борис Соколов, сайт vizasam.ru Давайте в этом видео я расскажу вам о правилах въезда в Турцию Они очень часто меняются, я отзыв уже третье видео записываю Так что очень важный момент, я говорю на сегодняшний день Посмотрите, проверьте, вот здесь будет ссылочка под этим видео на наш сайт Так как YouTube мне, к сожалению, не дает перезаписывать Не дает возможность перезаписать видео А на сайте, естественно, правила поменяются, я их сразу же изменяю Итак, сначала правила въезда, которые не касаются ковида Разрешен въезд в Турцию без визы гражданам России Без визы можно находиться 60 дней и не больше 90 дней в течение 180 суток То есть многие, кто хочет находиться в Турции, просто, допустим, вылетают в соседнюю страну Потом прилетают еще на 30 дней, приезжают Но не более 180 суток Существует исключение Один раз в год можно находиться в стране 90 суток, не выезжая Но для этого нужно подать заявление в местный миграционный офис Показать договор аренды жилья, что вам есть где жить Что, допустим, выписку из банковских счетов Что вам есть на что жить, что вы в это время не будете работать в Турции Фотографии, действующий загранпаспорт Можно сделать на месте, кто не хочет заморачиваться Тот просто вылетает в соседнюю страну На 30 дней прилетает Но больше жить нельзя Если нужно жить дольше по каким-то вопросам То оформляется рабочая виза для работы Бизнес-виза для ведения бизнеса Там можно учебные визы, которые дают возможность учиться в вузах Турции На языковых курсах Или в НЖ Можно, кстати, получить туристический ВНЖ Об этом подробнее я расскажу в отдельном видео Так как для туристов эта информация не нужна Неинтересна, малоинтересна и неактуальна Разрешен въезд по заграничному паспорту Раньше появлялась информация, что может турки разрешат въезд по российскому паспорту Идет обсуждение и тому подобное Нет, въезд на данный момент разрешен только по заграничному паспорту Пока никаких новых известных, никаких новых обсуждений Что по российскому может въезжать нет Срок действия загранпаспорта должен быть не менее 120 дней с момента въезда в странную То есть это официальные требования Очень многие спрашивают, могу, не могу поехать и тому подобное Посмотрят пограничники Нет, смотрите, есть официальные требования Естественно, они могут не посмотреть, но рисковать таким лететь я бы точно не стал Лучше, если вы вдруг взяли, вам срочно есть, срочно можно оформить загранпаспорт Я вам дам ссылочку под этим видео Пожалуйста, лучше оформите, заплатите там, да, побольше Но если он у вас заканчивается, вам так и так его нужно будет оформлять Лучше просто сделать срочно загранпаспорт Не проверяйте лояльности пограничных Все, что касается ковида Итак, въезд граждан России разрешен в Турцию Турция признала российскую вакцину Раньше был разрешен важный момент Въезд только со всеми российскими вакцинами Сейчас отменили там спутник лайт и другие Разрешен въезд только хэллоом Полностью вакцинированным российской вакциной спутника Лучше распечатать сертификат перед выездом Вас будут обязательно проверять в аэропорту Ну, если у вас нет ни вакцины, ни сертификата о вакцинации Не отрицательный ПЦР-тест У вас может написать на самолет Сразу же, а можно ли показать на телефоне? Ну, некоторые разрешают Некоторые авиакомпании почему-то распечатку просят Тут не знаю Я на всякий случай распечатываю в телефоне Если у вас нет сертификата о вакцинации Разрешен въезд При наличии отрицательного ПЦР-теста Который должен быть сделан Не позднее 72 часов до прилета, въезда в Турцию ПЦР-тест должен быть сделан обязательно на английском языке Смотрите, вот во всех московских аэропортах это делают Так что, пожалуйста, можете сделать Например, приедьте чуть-чуть пораньше За час, за полтора там делают До вылета Если у вас нет ПЦР-теста Важный момент Уточните часы работы этих центров У них, например, есть какие-то перерывы технические Допустим, в ночное время Чтобы вам не бегать, а вдруг что-то закрыто И тому подобное Лучше приедьте заранее Также вот российские власти Недавно приняли указ Что с момента взятия пробы До выдачи результата анализа Должно происходить не имеет Не более 24 часов В принципе, для всех лабораторий Которые в России аккредитон То есть, по идее, по закону Вам все лаборатории в России Ну, там вы можете сделать около дома Должны это сделать Но опять Должны не факт что сделать Хочу сделать там за два дня до вылета Он действует Будет действовать В аэропорт приедете заранее Чтобы попасть в Турцию Вот такие вот правила Многие меня также еще Спрашивают, задают вопросы Какая обстановка в Турции Обстановка в Турции может меняться Конечно, вот сейчас записываю На сегодняшний день Например, каких-то ковидных Вот ограничений Селикса и в прочих городах Нет, вот я хожу без маски Люди ходят без маски Но, например В общественный транспорт В супермаркеты Нужна маска То есть, там требует надевать Да, очень важный момент Перед въездом в Турцию Надо заполнить анкету здоровья Получить HES-код То есть, на официальном сайте турецком Вы получаете HES-код Без него вас не поставят на борт самолета Пограничники именно смотрят Например, когда вы въезжаете в Турцию Именно этот HES-код То есть, на самолет вас сажают Именно по этому HES-коду Самые основные вещи, которые они проверяют Можете это сделать самостоятельно Можете заказать эту услугу У нас услуга платная Консультации по самостоятельному заполнению Мы их не оказываем Если хотите, сами заполняйте, делайте Ну, туроператоры некоторые могут сделать это бесплатно При покупке тура Если вы покупаете тур Про страховку задают вопрос Обязательно ли медицинская страховка? Смотрите, официально На данный момент этого требования Пока нету Что для туристов обязать медицинскую страховку Смотрите, правила въезда из-за ковида Очень часто меняются Не исключено, что введут обязательные требования Ну и просто я всегда всем рекомендую При выезде за границу делайте страховку Хотя бы самую простую Самая простая страховка на человека Стоит менее доллара, евро в день Можно сделать онлайн за 2-3 минуты Вот я вам дам ссылочку Посмотрите мое видео Я всегда делаю страховку Вы едете в другую страну Вы едете там в условиях пандемии Если что-то случится Страховка покрывает ваше лечение Там лечение везде и в Турции В том числе дорогое Никто вас бесплатно лечить не будет Ну не знаю За собственную безопасность Заплатить там 5-10 долларов Ну не знаю Во-первых, туроператоры Если вы заказываете тур Они вам оформляют страховки Ну не зря же всегда При выезде за границу Все туроператоры делают страховки Делайте Ну и опять включайте те опции Которые вам нужны Допустим, если вы ездите на байке Вот эту аренду байков Получите из данного мотоцикла Скутеры Тоже недорого Добавьте эту галочку Сделайте страховку себе Расширенную какую-то Допустим, если вы каким-то Экстремальным видом спорта На горных лыжах Зимой в Турцию поехали кататься вдруг Или еще что-то Вот, например, за мной стоят байки Я просто почему байки Я сам езжу на байки Поэтому я рекомендую делать Всегда страховку Субтитры сделал DimaTorzok